доброе утро город братск нет это мы в городе братске так доброе утро всем ведь уже лед замерзла водичка то розет градуса 3 наверно стоянка спит еще пока почти вся утро у нас ранее сейчас сколько еще 7 пол седьмого не только интересно вот две машинки до коллеги я еще остановился они сидели бухали часов 7 прошло да как я только проснулся смотрю их уже нет вернее не то что нет они завелись выезжали получается сука не поспали на часов 6 наверно так чё как у нас дела вроде бы как не беды этот у колесики целые еще не спущено слава богу и хорошо свежо свежо на улице остается у нас крайне рывочек сегодня день воскресный 26 сентября сегодня мамы клянутся что сегодня разгрузит хорошо будем собираться где-то через часик минут через пятьдесят поедем вы пошли в кабину там быстро автоном как будет там тепло о хорошо урогу сколько же порту минус 2 до 7 утра щас забрал вот блин как вы думаете хватит меня сколько процентов 18 на 370 километров не хватит 18 процентов доехать или не хватит сейчас не полезу не хочу если уже не хватит где-то остановлюсь и залью я думаю надеюсь что мне хватит потянуть там в любом случае крышу сдвигать ремни снимать переоденемся и там пока будут выгружать зальем вдохновение нету с канистрами бегать это заливать не хочу только нам еще стоять осталось еще 36 минут и поедем поехали поработаем солнышко у нас встало уже 8 можно ехать с арбайтом спят еще почти короче у нас уже получилось 5222 километра в общей сложности получится примерно 5600 общий наш пробег хотя с интернета на этой стоянке очень так это не очень и здесь особо без вариантов я в братске других стоянок не знаю в бразу можно еще поехать в сторону километра 2-3 наверно бесплатная там после завода стать я уже не помню есть там хорошие интернет или нет а как таковых получается это вот монополисты они такая вот больше огорожено я не знаю может есть но я не знаю на следующем повороте поверните на право я другой такой страны не знаю где так вольно дышит человек на страну которую уже проекте 28 кучу лет нету и очень-очень и очень кучу лет нету и никогда не будет больше видится как все беленького морозит зимой очень похожи да у нас даже с крыши там что-то его сдувает немножко но сдувает вот так сказал бедняк деньгу нету выбить надо мы имеем мы имеем 370 километров в наличии проехать сегодня нам пока чистое и ясное небо минус 3 за бортом главное это рекламе обходим брак через энергетик через энергетик еще туда дорогу-то накапали уже через газ посмотрим что там сброс воды продолжается не продолжается утро воскресное на полу восьмого машин нету все спят но видно ветер в эту сторону запашок от браза пошел в кабинет в кабине такой стоит аромат цветущих яблок поехали гэс смотреть что там-то как интересно закончили мы закончили сбросы останавливаться понятно не будем раньше приедем раньше разгрузят если разгрузят в туман в туман выскакиваешь а тут красный свет в туман в общем если ничего у нас не сорвется то на этом колечке правда ехавши оттуда мы уйдем вот туда на Устилинск что-то тут Устилинск кентра 250 наверное под 300 что-то вот ну пока по Устилинске мы не думаем нам туда туда-туда-туда-туда а сюда солнышко у нас светит но пока не греет даже минус 5 местами было в ямку спустишься ванчик такой не видать нифига и минус 5 на горочку поднимешься ванчика нет и минус 2 вот сейчас минус 2 сейчас солнышко прогреет хорошо будет с утра с утра погодка шепчет Олега говорит ты выпей и в школу не пойдем что там пацаны может стоят многие грузиться в понедельник братские здесь на бразе туда-сюда поэтому и никто и не ездит куда их ехать елки-палки кому-то не нужен этот цветофор вот с этого ряда прямо ехать все спят кругом что ты работаешь тоже спать иди еще дровосеки он прямо в этот машин прямо в вагоны выгружаются и все говорят кругляк вазить нельзя грудь наверное спасибо куда ж ты красавица в 8 утра в воскресенье так быстро идешь на работу что ли многие в воскресенье 8 утра только спать нажаться если это молодость вспомнить дт 54 50 покачивает 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 горожка тут подгулявшая в этом энергетике все спят народ не спит тут уже надо сюда в этот отцепаются все в воскресенье по будням работаю отцепаются выходным вот я цветофор вот зачем он тут нужен сейчас ну работает возможно правда мы с вами ни хрена не увидим видите какой туман гэска приближаемся вода минусовая температура и вот смотрите какой кино видимость ноль иду по приборам все что сможем увидеть это только это если открыты шлюзы или нет как там чего водичка туда-сюда вряд ли иркутская нерка 100 метров братская без движения с адр запрещено класса 1 первый класс это взрывчатые вещества со взрывчатыми веществами через газ ехать запрещено а другу посреди газ взорваться и все представляется от толщи воды которая там вот справа вдруг решит потечь потекет вернее в дырку катастрофа будет выше видите я ничего не вижу 100 метров видимость 25 тонн 23 с половиной 15 с половиной 39 не хотите по ощущениям вот она плотина толщу бетона все равно едешь подумаешь сколько там какая мощь там справа еще так малость не по себе ну а там где-то вот там вот туда она где-то стекает но это сама электростанция вот здесь именно эти генераторы там все а шлюзы для сброса они там чуть дальше я думаю дровосек не намного легче нас раза в полтора тяжелее так вот шлюзы и что в самом случае тряпки висят сухой 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 раз два два только шлюза открыто два закрыли было четыре когда мы тут были в прошлый раз оставили два здесь вообще да когда я останавливался здесь по идее останавливаться нельзя ведь желтая линия в принципе могли запросто приехать и билетить но не приехали вот так два шлюза уже закрыты это ладно тема кстати смотрите как у меня вчера зверь прилетел ночью я его специально не смываю пускай покатается на пол лобовика я охренел когда он ударился пьяный что ли суббота вечер с блядок возвращался как дал в лобовике стекло расколется так вот прилип едет да он попросился войску говорит довезешь и поехали вот едем в лобовике в лобовике в лобовике в лобовике в лобовике Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дверь я наблюдаю впереди у нас Чего-то начинает Походу Портится Облака Тучки То есть гидрометцентр в этот раз решил не ошибаться По моему у нас уже сегодня вечером То ли тощ, то ли снег то ли снег дождем, то ли туч со снегом то ли то и другое можно без хлеба но, вы видите, у нас солнышко скоро спрячется за облака а там, возможно, уже потом и за тучки вот так вот половину пути мы почти половину пути прошли до точки мне 216 километров кстати, звонил получатель там, который там уже с Ускута что вы, как вы? я говорю, влячу как ужас летящий на крыльях ночи все, все, ждем, ждем погружаться нам на той стороне Ускута до места, в общем, 215 строится там что-то, завод какой-то ну, я так и предполагал, что они это, вот, все это везут для стройки сами себе перевозят соответственно, потом это все назад будет вывозиться короче, работа будет еще платили бы не, ну, сюда-то эти платят неплохо в принципе, за такие деньги можно и 23 тащить вот я говорю ориентировочно сейчас у нас 10 я говорю, часа 2 может 3 все равно сейчас в хребтое надо останавливаться до нее когда доберемся адовую жидкость ему придется залить сейчас с таким-то ножом по этим дорогам, конечно, хавает она ее очень сильно осталось 10%, вы считаете, 10% сжало 307, за 160 километров а нам 214 не вложимся как-то остановимся паузу открутим зальем но это скорее всего туда дальше то есть магистраль шлепает сейчас не могу прогноз посмотреть связи нету слова совсем ну, судя по тому, что у нас вот впереди если глянуть до неба уже даже, возможно, путь хребтовый уже что-нибудь начнет сыпаться сверху заедем, посмотрим на хребтовой, по идее, тут сколько осталось это в 50, наверное по идее, вот уже Елим должен быть скоро потому что Елим до хребтовой должны уже реку переезжать ну, понятно, на рыбалку мы не пойдем может назад это уже не факт сейчас однозначно там нас ждут поэтому останавливаться нету тем он уже окруженный хорошо и так-то по равнинке идет, как я на корочках, видите, все, я его догоняю значит, нам надо где-то его попытаться обойти потому что на ближайшем хорошем подъеме он нас что сделает? правильно, посадит я думаю, сейчас мы этим делом и займемся где-то мы его сейчас будем пробовать обижать слава богу, здесь это делать в принципе, довольно-таки не сложно движение практически никакого ну, давай, я пойду, спасибо я тоже, как бы, не спешу тоже, как бы, не спешу просто, что на подъемчиках еду все равно чуть-чуть быстрее вот он тещин уже навстречу машину он сейчас только что разминулся прицепт уже мокрый да, он отсюда видно уже на следующей горе дочитет а может и не только жалко этого пассажира своего стирать со стекла он так хорошо устроился ну, так ему там хорошо ну, придется тещин, тещин он уже и тегович даже чуть-чуть приотстал тещин язычок хороший такой когда скользко так что, недолго музыка играла в плане погоды ну, что делать ну, здесь все очень красочное согласитесь вот вся такая желтая красноты почти нету ну, красные у нас, что, кленыш в основном здесь клены не растут вот так все желто-зеленое такое желтый знак больше преобладает особенно на хребет когда смотришь так вообще вот такой вот бери этот мольберт краски если бы рисовать умел и все и рисуй ой, данным талантом Господь Бог не наградил рисование был мой нелюбимый предмет о, видите то есть, что делается и все желтые полностью мне интересно просто я считаю может, я просто не обращал внимания но мне кажется мне казалось, что войны они не желтеют почему-то могу ошибаться мы куда спускаемся к какому-то мосту ну, это не ливни это еще по-моему, это будет деревянный мост, да земная с Лехой с Иркутска по-моему, мы здесь мы с ней виделись познакомились или нет сейчас скажу не, не здесь значит, я не иду дальше еще и реек это, наверное, кукла Р это, скорее всего, не река а ручей все, колодки спалили погнали солярку жечь 31,6 сейчас расход все, не хочешь ехать в гору понятно где же я тебе разгону то здесь наберу тяжко-тяжко верю надо надо говорил, что на этом хребту что-нибудь пойдет пожалуйста вот и снег ну, конечно не страшно ничего но сам факт все уборку мы так и не потеряли совсем бедолага тяжело ему подниматься вот и какой-то небольшой снежок машинке мокрый сейчас еще одно лидер проехал мокрый-мокрый и все влажно у нас будет впереди заднее зеркало глянешь да, как там солнечно хорошо можно самому себе слегка позавидовать к которому самому себе к которому пару часов назад ну да тут еще дорога с приколами такая вот видите вот с сюрпризами как раз с одной стороны со второй чтобы не скучали чтобы было говорить тебе не скучно тут ехать ноль за бортом ноль смотрите даже вот на дорогу и немножко и лег понятно что это ничего не скользко но хороший прошел снежок я еще ни разу не отвечал что не хочу своего товарища прогонять слуховик тебе так нравится ездит по сторонам посматривает это вот тучка какая-то была мы ее прошли там вроде как ничего посветлее впереди ну смотрите на обочине так вообще хорошо прилег снежок может может сухо будет в этой хребтовой а тоже мозга не хватило пока было сухо взять этот отблю залить надо же было дождаться вот пока вот такая погода будет сейчас будем хребтовы с этими канистрами бегать походу мы вот к лиму если верить в машке с этого хребта спустимся и там уже у нас и лим да ладно тут еще не скользко можно попревышать немножко первый снежочек да ну это уже не первый уже какой третий наверное первый мы в Златоусте увидели потом где у нас еще перед этим же шел хорошо так перед Каннском ну и вот да да сейчас внизу нас ждет река элим чуть-чуть осталось спуститься дикие места природа едешь всю дорогу связи нет я не знаю вообще нет не то что там какой-то интернет или еще вообще просто крестик все микс забудь о связи наслаждайся тайкой так наверное надо тормозить потому что спуск тут хороший спуск тут очень хороший вот здесь уже нету снега смотрите все наверху сыпануло немножко а внизу тут как бы и нет никто а вон уже подъем виден тот хребет это между ними уже элимпы текает тоже да классно речка течет сколько там такими тысячи лет она тут среди тайги еще тормозим поможете а что там там деревня это вот куда там дорожка та вела это там какая-то деревня была вон иду дома это видны какие-то точно точно вот оказывается куда-то дорожка вдоль реки ведет а вон деревня вон видите или дачи или деревня что-то вон наши лодочки на которых море плаили рыбу я говорит уловил лодочной станции в проруби я как-то 4 не обратил внимание что там деревня вот куда надо идти вот вот куда вот дорога выходит вот сюда вот и вот вдоль берега можно пройтись да как бы хорошо я думаю покидать так вот как бы на будущее как туда пройти как туда пройти вот тут сейчас будет дорожка туда уходить здесь вот где-то и так вот раз раз что тут спуститься тут шею свернешь я там попытался когда прошлый раз ехал и нифига не стоит оно того вот куда машинка пошла вот тоже здесь стремно машину кидать во-первых негде не поставишь чтобы машина на дороге стояла так вот да вот по этой вот можно было бы туда как раз к реке и спустишься но видите машину тут не тянешь к сожалению там если только вдоль моста попробовать посмотрим назад будем ехать посмотрим да жрет она ее здесь не по-детски с таким-то ножом сейчас получается полный бачок будет и еще 4 канистры не факт что до заправки хватит дойти придется покупать канистрах с каким-то ножом если куда-то на восток пойти так только до востока и хватит не факт получается 4 осталось 9 канистр 9 канистр я уже вылил 9 канистр выливаем хорошо ходцуха как-то еще место есть надо не знаю канистрах канистр 20 свозить все туда вообще надо будет куртку потом постирать бежать с собой либо дома либо дома постираюсь на Минск загружусь теплой куртки нету что я не брал с собой все вот раз два и все задние две полные остальное все пустое кружки грязные все грязные ой ну как-то еще номера так не особо грязные все туда пошли пообедаем и поедем с поедем и поедем с Продолжение следует...